Всем привет! Вы на канале Необъяснимое, и с вами я, Дмитрий Зайцев. А сегодня вы увидите очень страшные видео, которые невозможно понять. Ну что ж, погнали. Я думаю, у многих из вас есть фобия, может быть и сталкивались во сне с преследованием по лестнице. Да, это очень неприятно и страшно. Возможно, кто-то и в жизни сталкивался. И следующее видео яркий тому пример. Внимание на экран. Да, это очень жуткое видео, как вы считаете. Человека явно преследует какое-то существо, потому что мы слышали рычание. И оно далеко не похоже на человеческое. Но как вы думаете, это постановка с наложенным звуком? Или реально человека преследовал какой-то оборотень? В любом случае, видео очень неприятное и страшное. А на этом видео мы можем увидеть самые настоящие врата в ад. Дело происходит в пустыне, и мы видим, как мужчина вынимает кирпич огромными щипцами. Под песком находится некая кладка. Он раздвигает кирпичи и в дыру осыпается песок. Но самое интересное, что нам открывается огненная бездна. Для меня это видео остаётся загадкой, потому как мало информации. А как вы думаете, что снято на этом коротком видео? Согласно традиционной китайской медицине, Чи – это энергия, которая связывает воедино саму жизнь. И многим известное иглоукалывание как раз с этим связано. А также на этом основываются многие боевые искусства. Многие люди верят в Ци, и она в своём потенциале обладает целительными или вредными способностями. Ютубер по имени Грандмастер Вульф как раз позиционирует себя как мастер от Ци. И он делится несколькими видео, которые демонстрируют его возможности. В первом видео показано, как он устанавливает рамку для изображения, которая прикреплена латексной мембраной поверх книги. Затем он устанавливает коробку спичек поверх рампы и кладёт одну руку на сложные предметы. Смотрите, что происходит далее. Как видите, мужчина двигает рукой вверх и вниз в серии медленных и быстрых движений. Кажется, что спички подталкиваются какой-то невидимой силой. Следующее видео показывает этого же человека, стоящего уже на улице. Его руки зависли над пластиковой бутылкой из-под воды. На третьем видеоролике женщина стоит рядом с ним же в офисе. Она пытается приложить к стене лист бумаги, который скользит вниз. После передаёт этот лист мужчине, который прижимает его к стене левой рукой. Затем нам показывают опять его же на улице с той же бутылкой. Мужчина опять опускает руку и раздавливает бутылку без прикосновения. Когда он поднимает руку, бутылка снова становится в обычное положение. После показывается видео, когда мужчина опять прижимает лист бумаги к стене без каких-либо прикосновений. Видеозаписи Грандмастер Вульф собрали тысячи просмотров каждый. С большим количеством комментариев, которые верят в него и считают, что он действительно очень могущественная фигура. Но также были скептики, которые сказали не верить, потому что Ци, как и любая другая энергия, нереальна. Скорее всего, они полагают, что он использует какие-то уловки, чтобы обмануть зрителя. Будь то настоящий Ци или какая-то уловка, нет никаких сомнений в том, что здесь происходит что-то загадочное. Мне бы было интересно услышать ваше мнение по поводу этого мужчины и его канала. Пишите в комментариях. Подпишитесь на канал и нажмите на колокол, чтобы не пропускать крутых видосов. Видео, которое мы собираемся посмотреть, было записано Камядой. И она откровенно испугалась, поняв, что она запечатлила в своей комнате однажды ночью. Она записывала, как танцует перед своим шкафом. И утверждает, что в доме ее семьи нет ничего странного и необъяснимого. И это событие было для нее совершенно уникальным. Давайте посмотрим, что она записала. По какой-то причине мы видим, что в шкафу появляется жутковато выглядывающая женская фигура. И глядя на камеру, она движется вверх и вниз. Независимо от того, человек это или привидение, девушка-автор не знает, что она делала в ее шкафу. Как вы думаете, это обычный розыгрыш или, может быть, какой-то умерший член семьи? А может быть, это бывший хозяин этого дома или что-то совсем другое? А следующее видео было записано исследователем заброшенного здания в Бранденбурге. Это очень популярное место среди любителей паранормального. Ребята искали хорошее место для предстоящих документальных съемок. КОНЕЦ Мы видим, что ребятам удалось снять на видео некое гуманоидное существо. Возможно, это пришелец, который скрывался на этой заброшке. А что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Несомненно, потеря домашнего питомца – одно из самых печальных событий в жизни. Некоторые владельцы домашних животных клянутся, что все еще могут видеть своего питомца. А другие запечатляют потенциальное видео-доказательство этого. И вот пользователь ТикТок поделился с нами такой ситуацией. В коротком ролике мы видим кадры изнутри дома с текстом, который гласит, он умер год назад. Камера приближается туда, где мы можем видеть что-то вроде парящей головы собаки. Она смотрит прямо в камеру. Другой фрагмент текста гласит, это почти как будто он все еще здесь. Есть много вариантов, чтобы объяснить, что происходит в этом клипе. Включая такое, что голова собаки – это просто фотография, подвешенная на стену. Возможно, это маска, или уже в процессе монтажа он наложил ее. Но некоторые комментаторы утверждают, что это может быть просто собака, которая высунула голову из-за занавески. Но что, если это действительно сверхъестественный случай? Мог ли дух умершей собаки еще раз навестить своего хозяина? Да этим не знаю, что вы думаете. По этому поводу напишите комментарий. Дальше я вам хочу показать не менее страшный и неприятный случай. Посетители мавзолея в Алабаме испугались, когда заметили, что одна могила покрылась пятнами. Из нее вытекало жирное вещество, которое скапливалось на земле. Эта история вызвала у меня любопытство, и поэтому я посмотрел, насколько это распространено. И у этого даже есть имя – провал гроба, и определенно это одна из самых жутких вещей, которые я когда-либо слышал. Иногда родственники усопших заказывают сверхгерметичный гроб премиум-класса, который не пропускает воздух и влагу. И надо сказать, что он сохраняется в хорошем состоянии намного дольше обычного. Но иногда случается так, что со временем газы от разложения не могут выходить из этого гроба. Они накапливаются до тех пор, пока в конечном итоге гроб не лопнет вместе с человеком внутри. Это может случиться так же, если сама могила мавзолея герметично заклеена. Помсят мавзолея в Алабаме. Ученые проанализировали следы жидкости и нашли там жирные кислоты, которые могут быть получены от человека или животного. Но мое мнение, что это слишком много жидкости, чтобы это было животное. Я думаю, это почти наверняка провал гроба, но я не эксперт, так что кто знает. Друзья, вы смотрели канал Необъяснимая, меня зовут Дмитрий. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Всего вам доброго.